Здравствуйте друзья! Сегодня мы с вами поговорим о интересном ZigBee устройстве, которое сочетает в себе три разные функции – термоголовки, датчика температуры и термостата. Гаджет, для удобства я буду назвать его просто термоголовка, предназначен для экосистемы умного дома TU-E Smart, аналогов для Mi Home на данный момент к сожалению нет. Кроме этого термоголовка поддерживается проектом ZigBee 2MQTT, что позволяет его интегрировать в альтернативные системы управления такие как Home Assistant. Но по большому счету интегрировать ее особой необходимости нет, гаджет может работать совершенно автономно. Приехал термостат в бело-голубой коробке с фотографией устройства и многообещающей наклейкой сохраняйте энергию и деньги. На задней стороне параметры питание на двух элементах 2А, заявленная точность градусника 0.5С, диапазон поддерживаемых температур от 5 до 35С, базовая резьба M30 шаг 1.5 мм, ход штифта 4.5 мм, термистор NTC 10K. Интерфейс не указан, но тут ZigBee бывает и Wi-Fi. В комплекте поставки имеется термоголовка, три переходника под различные типы клапанов, крепление для них и два листа инструкции на английском, в данном случае она реально нужна. Типы клапанов, кроме базового M30, на которые можно установить головку. В моем случае это RAN для Danfoss. Инструкция подробная, в ней описано все необходимое, от параметров и способа подключения устройства, до всех вариантов настройки различных опций, поддерживаемых головкой. Очень наглядно, например, описание режимов работы головки, заданное по умолчанию, к какому времени суток, какая температура соответствует. Термоголовка имеет цилиндрическую форму и сделана из пластика, видно расположение элементов, сенсорных кнопок и индикаторов, все это сделано прямо на корпусе. Активные области, выполняющие роль кнопок, внутри зеленого домика и над ним, плюс и минус. Размеры и габариты примерно такие же, как у обычной механической термоголовки, где была установлена такая, влезет и управляемая. Диаметр основной части корпуса 6 см, а длина без учета крепления 8 см. Штифт, который нажимает на клапан радиатора, выступает на 4,5 мм и выдвигается путем вращения. Комплектные насадки. Для клапана типа RAN Danfoss, этот я использую у себя. Этот адаптер называется RAV-L, единственный которому не нужен винт, он сам зажимается. И самый большой RAV адаптер. Название взято из описания, если какое-то название некорректное, пусть остается на совести китайцев. Верхняя крышка снимается поворотом в сторону, под ней находится батарейный блок для двух элементов 2А. Лучше использовать именно батарейки, а не аккумуляторы. Так как стандартное напряжение аккумуляторов 1,2 В против 1,5 у батареек. При тесте я использовал именно аккумуляторы и получал постоянное предупреждение о разряде, хотя все и работало. После того как мы поставим батарейки и установим на место крышку, необходимо провести первичные настройки. Это касается и первого включения и последующих замен элементов питания. Все сбрасывается в дефолтное значение, отличие только в том, что подключать устройство к ZigBee повторно не нужно. Настраиваем время, сначала часы, потом минуты, затем день недели. Для этого используем кнопки плюс и минус, переключаясь между параметрами при помощи домика. После этих настроек на экране высвечиваются буквы AD, подготовка к самотестированию. Для запуска самотестирования нужно нажать на домик. Посмотрим в реальном времени на ход штифта клапана. Сравнительно с проводными термоголовками, это работает намного быстрее. Не скажу, что совершенно бесшумно, тихое гудение можно услышать, если находиться совсем рядом, практически приложив ухо. Во время работы моргает значок крана. домика двой Ո ՞ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После этого термоголовка переходит в ручной режим работы. Примерно через 10 секунд без действия индикаторы гаснут, но для активации нужно нажать на активную область. На поверхности будет показана текущая температура. Клавишами плюс и минус можно выбрать целевую. Короткое нажатие на кнопку домика в активном режиме приводит к переключению в автоматический режим. Как я и говорил головка может работать полностью автономно. Давайте рассмотрим ее настройки. Для перехода в режим настроек нужно нажать на несколько секунд клавишу домика в активном режиме. После этого загорятся индикаторы опции настройки, между которыми можно переключаться клавишами плюс и минус, а выбирать домика. Всего насчитывается 5 пунктов настроек, где пятый со значком беспроводной сети, это режим сопряжения устройства. Итак, первый пункт. Настройка автоматического поддержания температуры. Сначала выбираем режим 5 плюс 2, 6 плюс 1 или 7, что позволит дать разные параметры для будней и выходных дней, либо все дни недели одинаково. Далее настраиваем в 6 режимов по часам, указывая время начала каждого режима и температуру, которую нужно поддерживать. Устанавливаем сначала для будней, потом повторяем то же самое для выходных дней. Это позволит использовать термоголовку автономно, без подключения к системе управления умным домом. Продолжение следует... Второй режим. Это та же самая настройка времени дня недели, аналогичная тому, как мы это делали в начале, после установки элементов питания. Третий с иконкой самолетика. Это режим отпуска. Тут есть две настройки. Поддерживаемая целевая температура и количество дней отпуска. После этого нажимаем на домик и режим отпуска активируется. Деактивация путем нажатия на любую кнопку. Режим SET. Тут самые продвинутые настройки. Калибровка датчика температуры. Можно задать плюс или минус до 9 градусов от текущей температуры. Можно привести к показаниям, например, комнатного датчика. Режим открытого окна. По умолчанию он отключен. Два прочерка. Устанавливается температура при открытом окне и время работы. По умолчанию 15 минут. Далее. Автоматическая блокировка при бездействии в течение 10 минут. 0 выключено, 1 включено. В четвертом меню. Минимальный лимит целевой температуры выбирается от 1 до 15 градусов Цельсия. По умолчанию 5. В пятом максимальный возможный для установки целевой режим температуры 35 градусов по умолчанию. Шестой режим. Время работы режима Boost. Это принудительное открытие клапана для быстрого прогрева. Указывается в секундах. Значение на индикаторе нужно умножить на 10. По умолчанию 300 секунд показывает как 30. В седьмой режим проверка состояния клапана. 99 это полностью открыт, 0 закрыт. Восьмой пункт. Гистерезис. Изменяется от половины до полутора градусов Цельсия. На это значение текущая температура будет отличаться от целевой до активации термостата. В девятом пункте переворот показаний на экране. Ноль по умолчанию. Единица переворот на 180 градусов. В последнем пункте сброс заводские настройки. Для этого нужно нажать плюс или минус, а потом домик. Режим буст вручную вызывается путем удерживания клавиши плюс. Это приводит к принудительному открытию клапана на заданное ранее в настройках время. Удерживание клавиши «минус» включает или отключает блокировку клавиатуры термоголовки. Для подключения в Home Assistant будем использовать интеграцию ZigBit U MQTT. Активируем режим подключения новых устройств. После этого на термоголовке переходим в режим настроек, выбираем пункт 5, где значок беспроводной сети и нажимаем домик. Устройство пробрасывается в систему с шестью дополнительными сущностями. Аватарка устройства появится в списке чуть-чуть позже. В Home Assistant новое устройство пробросится автоматически благодаря Discovery Prefix. Индикатор батарей у меня не показывает процент заряда, я думал это из-за аккумуляторов, но на батарейках было тоже самое. Сущность замок это блокировка клавиатуры, работает корректно. Далее сущность термостат, основная для этого устройства и качество сигнала. Последние две сущности, switch, детектор клапана и окна, видимых действий на термоголовку не оказывают. На странице устройства на сайте ZigBit U MQTT указана поддержка термостата и температуры, так оно по сути и есть. Дополнительно еще работает блокировка клавиатуры. Синхронизация данных между ZigBit U MQTT и термоголовкой происходит практически в режиме реального времени без заметных задержек. Все настройки, которые мы рассмотрели, доступны в виде атрибутов ее сущности, включая текущую целевую температуру, режим работы, время действия boost режима, текущее положение клапана, диапазон регулировки температуры, время и температура автоматического режима работы и для будних дней, и для выходных. Хотя при управлении с Home Assistant большинство этих параметров не нужно, проще перевести головку в ручной режим работы и управлять при помощи автоматизации. Блокировка клавиатуры корректно отрабатывается из интерфейса, по сути ее можно включить на постоянной основе. Пользы от последних двух свечей в интеграции я не обнаружил, нажимаются и возвращаются в исходное состояние, не оказывая каких-либо воздействий на термоголовку. Для использования сущности климат термостат, есть специальная карта в Lovelace, это по сути готовый набор автоматизаций. Карта показывает текущую температуру, под ней выбранную целевую температуру, режим работы и название сущности. В автоматизациях, целевая температура задается через штатный сервис для домена климат. Управление клапаном радиатора происходит автоматически, на основании разницы целевой и текущей температур. Синхронизация данных между термоголовкой и карточкой термостата в Lovelace. Фактическое положение клапана можно узнать из атрибута Position, где значение в 100, это клапан полностью открыт. А значение атрибута равное 0, означает что клапан полностью закрыт, то есть штифт полностью выдвинут перекрывая подачу теплоносителя. Это можно использовать для создания бинарного сенсора, который будет включаться при значении этого атрибута равному 100. В девайс класс я указал замок, чтобы состояние было видно открыто или закрыто. Чтобы данные устройства не висели в состоянии неизвестно после перезагрузки и для более читаемого имени, идем в файл девайсов аддона zigbee2mqtt. Меняем friendly name, а так как оно изменяет имя топика mqtt, используем латиницу, а также параметр retain true, который будет сохранять значение. Для применения перезагружаем аддон. К слову сказать, в сети zigbee устройство имеет статус конечного устройства, роутеры обычно имеют стационарное питание. Вот так можно отобразить в интерфейсе, термостат с текущей и заданной температурой и статусом, дополнительно фактически статус клапана термостата при помощи созданного нами бинарного сенсора и переключатель блокировщика клавиатуры. Заставить клапан открыться не сложно, нужно просто установить целевую температуру выше текущей. Мой клапан для термоголовок Danfoss RAN выглядит так. Он последний у меня дома, который остался не автоматизированным, так как к нему нет возможности протянуть питание. Устанавливаем переходник полностью до упора, после этого затягиваем винтом. После этого устанавливаем термоголовку, я ее подключал в закрытом состоянии, чтобы убедиться в том, что штифт полностью перекрывает клапан радиатора. Показания датчиков термоголовки в темноте, очень ярко и контрастно, но при передаче управления умному дому, особенной необходимости в них нет. Лично для меня эта термоголовка интересна в первую очередь тем, что не требует подключения и внешнего источника питания. На этом все, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что все интересные новости, а также купоны и распродажи на товары из серии «Умного дома» вы можете увидеть в моем телеграм-канале, ссылку ищите в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok